Всем яу-чуваки, с вами я, PandaFX, и совсем недавно у меня украли лёспед. Парни, которые подписаны на меня в инстаграме, уже знают об этой истории. Если вы не подписаны на инстаграм, обязательно это сделайте, ссылочка будет в описании. Ну и перед тем, как мы начнём, я, естественно, хочу вам напомнить о самом лучшем букмекере в сайте 1xbet. Высокие коэффициенты, большой выбор дисциплин, даже ставки на матчам кала есть, вы представьте. Моментальный вывод средств, ссылочка будет, естественно, в описании. Ну так вот, рассказываю, как это было. Сижу я дома, никого не трогаю, ко мне врывается Никита Сударь. Мы должны были пойти потусить, в общем-то, немножко посидели, выходим и смотрю, в падике у меня нет велика. Да, храню я велик в падике, возможно, кто-то считает, я сам виноват, ну, в общем, к этой теме мы ещё доберёмся. Ну и вот, смотрю, нет велика, я сначала подумал, что это пранк от Сударя, типа он там каким-то образом развязал, там спрятал, всё такое, но оказалось, что нихуя не так, велик действительно спиздили. И самое примечательное, то, что минут за 30, за час до этого, ну, когда Сударь ко мне поднимался, он сказал, что велик там стоял. То есть спиздили его примерно в тот отрезок времени, когда Сударь у нас дома сидел. Ну и вот, тогда на часах было где-то 12 часов ночи, ну, естественно, в 12 часов ночи я не стал бы по району бегать и искать его. И, в общем-то, на следующий день я начал поиски. Я, конечно, понимаю, что вор, наверное, будет не настолько тупой, что будет ездить у меня на районе, но всё-таки я с утра выехал, покрутился вокруг района, позаглядывал там в родный сарай. Может, он действительно тупой, блядь, оказался воришкой и действительно где-нибудь рядом спрятал. Нет, нихера подобного не было. Я такой подумал, эх, грустно, пошёл домой. Я начал чекать какие-то объявления на Авито. Я думаю, что шанс, что найдётся велик, ну, крайне милипидрический. Но у меня перед падигом стоит камера и, возможно, в теории, если я реально напишу заявку, может быть, как-нибудь хотя бы будет ясно, что это за персонаж такой. Стоит сказать о том, что у меня два велосипеда. Тот, который покруче стоит у меня на кухне, а тот, который, ну, менее крутой, он стоял в падике. То есть, чтобы вы понимали, для тех людей, я сейчас объясняю, которые будут говорить, вот, блядь, надо в квартире хранить и всё такое. У меня стоят велики и, соответственно, как бы места у меня не так много, чтобы два велика держать. Ну и так уж получилось, что один велик у меня был на кухне, один у падика. Точнее, в падике. И чтобы вы понимали, у меня недалеко от падика постоянно пристёгнут велосипед самокатом. На улице, прошу заметить, на улице. И вот с самого моего переезда на этот район никто не пиздил, как бы стоит себе велик с самокатом и всё будет. Ну, я и подумал, хули нет, если уж с улицы не пиздят, так и с падика подавно. Так я ещё никогда не ошибался. Да, конечно, я жизнью нормально потрёпан всякими пидорасами вокруг меня. Я давно хотел сделать ролик о мразях, которые пиздили у меня деньги. Ну, грубо говоря, пиздили, я мотал жил, они исчезали. Хотя, блядь, я думал, что это нормальные чуваки, братаны и всё в этом стиле. Если вы захотите подробный ролик об этом, дайте мне об этом знать. Я, конечно, понимал, что у мразей много в этом мире, но чтобы спиздить из падика велосипед в 21 веке, и прошу заметить, он был прикован. То есть он не просто стоял, как бы там, естественно, я бы не стал этого делать. Нормально, казалось мне, защита, но, опять же, я так ещё никогда не ошибался. И у меня даже, знаете, горит не столько от чувака, который спиздил у меня велик, сколько от комментаторов. И давайте вот прямо сейчас зайдём в комментарии под этим постом и посмотрим, что пишут люди. Один из первых комментариев пишет Айнус Марс. Не ной, у тебя всё равно дохуя денег, мудак. Как я их называю? Конфетти! Ну и тут, как бы, вопросов нет. Блядь, окей, ну, типа, долбоёбов много, опять же, но он оказался одним из этих долбоёбов. Но проблема в том, что в моей группе его поддержало 75 человек, блядь. 75! Вот все эти прекрасные лица, вот, можно заметить, интеллект молодого человека, вот на этом лице, да. Тут даже вопрос не в деньгах. Ради бога, блядь, ну, спиздили и спиздили. Я от этого не обеднею, поверьте. Меня бомбит вот от самого факта кражи. Это, блядь, какой нахуй мразью надо быть? И, скорее всего, как мне кажется, это сделал кто-то из моего падика. Ну, вряд ли кто-то будет рандомно заходить по подъездам и искать, ну, не поставил ли тут кто-то велик. Это моя теория, я не знаю, может, реально так и было, но почему-то у меня есть ощущение, что это кто-то из подъезда сделал. То есть я вот с какой-то такой ёбаной мразью живу в одном падике. Так, блядь, дома надо хранить вещи, если давным-давно известно, что у нас в государстве все воруют. Почему, блядь, люди винят меня в том, что у меня в моем подъезде спиздили мой велосипед? Я же, блядь, его не на улице оставил где-то, не где-то там, блядь, на каком-то видном месте, не написал табличку, алё, блядь, свободный велик, забирайте кто хотите. Ну, сам же виноват. Нет, ну вот как бы это удобная позиция сказать, ну, ты сам виноват, ты долбоё, блядь, так тебе и надо, у тебя денег дохуя, и всё, тип-топ. Вот люди вот по такой логике и живут. Что ты ноешь? Поплачешь на стриме, задонатят тебе за стрим на велик? Ебало, главное, скриви, мол, тебе денег нет на новые. Вот люди вот так вот радуются тому, что у меня спиздили велик. И эти все люди находятся у меня в группе, казалось бы, какие-то, наверное, люди, которые смотрят моё творчество, я не знаю, но оказалось, что, видите, хейтеры, которые угорают над тем, что у меня спиздили велик, их тоже, как видите, хватает. То есть, по логике чуваков, если у меня что-то спиздили, я должен такой, Хе-хей, классно, я живу в России, мне так нравится, что у меня спиздили велик. У-ху! И тут опять же, блядь, как бы не дело в деньгах абсолютно, а дело в отношении людей к друг другу. Все относятся к друг другу как к говну в большинстве своём. Ну, по крайней мере, на моём жизненном пути встречалось много людей, которые, блядь, в лицо мне улыбались, а за спиной, блядь, творили полную хуйню. Ну, возможно, я такой везунчик, и мне попадаются такие люди. Я не знаю. Вот ещё один такой комментарий. Во-первых, нехуй хранить свои вещи в подъезде. Во-вторых, у тебя денег дохуя, ещё один купишь. Всё утыкается в деньги. Вот как бы факт кражи никого не волнует. Главное, что, блядь, у тебя денег дохуя, и хуй с тобой. Ой, блядь. Ну, в общем, как вы поняли, много тут таких комментариев, которые радуются, которые пишут, что я сам виноват. Не знаю, чуваки, если вы считаете, что я сам виноват, долбоёб в своём подъезде свой велик храню, ну, окей, пусть так будет. У меня на каждом этаже тут, как бы, велики стоят, коляски стоят. Наверное, блядь, весь подъезд долбоёбов. Надо вывеску такую большую сделать, блядь, перед париком писать, тут живут одни долбоёбы. Если спиздили велик, значит, ты мудак. Просто фишка в том, что это был такой преданный родной велик, на котором я откатал миллиард тысяч километров. Этот велик, кстати, вы могли видеть у меня на аватарке. Тот самый, легендарный, да. Какой итог подводить, уже решать вам, пацаны. Пишите в комментариях, кто виноват в этой ситуации, почему меня называют мудаком, и почему я в этой ситуации виноват, я не могу понять. Так что у меня, в принципе, два пути. Сделать какие-то выводы и просто сидеть на жопе ровно, как сижу уже лет семь. Или же всё-таки написать заяву в полицию и надеяться на то, что хотя бы чисто визуально я вычислю этого персонажа. А если вычислю, текай с городу, братан. Это, опять же, не единственный момент, когда у меня что-то пиздили. У меня есть куча историй про долги, про то, как у меня что-то пиздили. Вот по жизни вот мне вот так вот ведёт, я не знаю, блядь. Если вы захотите, я могу вполне сделать отдельную роль по этой теме. Если вы понаставите много лайков и в комментариях попросите, я обязательно это сделаю. А с вами был я, PandaFX. Пишите, что думаете про эту ситуацию. И всем хорошего настроения. Покеда.